Французский кассационный суд Котивник режима Назарбаева теперь ожидает пересмотр дела, но уже в Лионе Разумеется, решение не окончательное Теперь для этого нужно вновь рассмотреть все аспекты имеющегося запроса по экстрадиции Пересматривать в деле Облязова Лионскому суду, видимо, придется многое Поскольку вопросов к якобы справедливому, но ныне отмененному вердикту служителей Фемиды слишком много Недоверие к спешно вынесенному решению в Эксан-Прованте возникло после того, как общественности стала доступна СМС-переписка прокурора Салан Шлегра с юристами БТА-банка в Казахстане Последние давали представители обвинения свои ценные рекомендации в процессе над Облязовым Нетрудно догадаться, что адвокаты банка строчили СМС под диктовку Аккорды Разгорелся скандал с опубликованной прослушкой Это в прессе информация проходила о том, что представители БТА-банка, адвокаты БТА-банка напрямую совещались с представителем Генеральной прокуратуры Франции Была их переписка обнародована Что, конечно же, ставит огромное количество вопросов по отношению к объективности Собственно, стороны обвинения во Франции и его участия в процессе Мухтара Облязова В родном Казахстане Мухтар Облязов стал оппозиционным политиком и персоной Нонграта После того, как начал открыто критиковать режим Нурсултана Назарбаева Обличая Елбасы и его коррумпированное окружение, Облязов резко перекочевал в разряд личных врагов диктатора И был вынужден бежать в Великобританию, где получил политическое убежище Он нормальный человек, которых не любят в этой системе, вот и все Вы слышали, что Кассационный суд отменил его экстрадицию? Нет, еще не слышал Вот я вам говорю, как вы опять же к этому отнесетесь? Отменил его экстрадицию? Я отношусь положительно к этому, это нормально Не нужно таких нормальных людей выдавать тиранам и, я не знаю, здесь, ну вы знаете, о чем я говорю, да? Спасибо большое Диктаторам, конечно, диктаторам не нужно Спасибо большое И не верьте тому, что диктаторы вам говорят Однако ради мести цены вопроса для Назарбаева не существует На поимку своего критика бессменный лидер нации потратил 100 миллионов евро 31 июля прошлого года Мухтара Аблязова выследили на Лазурном берегу и задержали Далее в игру вступила первая скрипка гособвинитель Салан Шлегра Само преследование Аблязова выглядело и было настолько антиправозащитным И, в принципе, даже не то, что в Казахстане, это уж само собой, что тут говорит Ну и в Англии, там, вообще в Европе его преследование тоже выглядело настолько неприличным, непотребным Что было ощущение, иной раз хотелось просто, ну, как говорится, встать и кликнуть Да что ж вы, сволочи, обращаясь к французскому, британскому и так далее, и правительству Вы что, нанялись, что ли, как ардея? Защита Мухтара Аблязова делать скоропалительные прогнозы относительно исхода громкого дела не спешит Однако положительной динамики в процессе не скрывает Подковерные шашни французского гособвинения с казахстанскими заказчиками Подлежащие сомнению заверения российской стороны о гарантии прав обвиняемых на территории Российской Федерации Эти факторы, по мнению адвоката Мухтара Аблязова, наверняка смогут положительно повлиять На решение судей в пользу борца с режимом Елбасы Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин